Коллеги, всем привет! На связи Национальная Остация Аукционных Брокеров. После нашего первого подкаста, который был с Евгением Лесковым, с нашим трудовиком-миллионером, данный подкаст получил очень крутые отзывы, и вы нас просили продолжать в том же духе. Итак, сегодня у нас в гостях два наших практикующих партнера. Это партнеры Ассоциации Питерского Офиса Константин Жильцов и Иван Завьялов. Им есть что для вас рассказать и поделиться своим богатым опытом. И, кстати, коллеги, мы у Ивана Завьялова сняли свой первый офис. Мы тогда еще назывались компанией «Деньги на банкротстве». Иван разместил объявление на Авито и сдавал офис. Иван, давай мы переместимся в тот 2017 год. Это был январь, насколько я помню. Расскажи нашу первую встречу, как она происходила? Да, Давид, помню, как сейчас. Это был мой первый мониторинг спроса через Авито. Тестирование спроса. Тестирование спроса, да. Я пятишаговую с тем надо подтянуть. Я сидел, грустил. Это был январь, это было после новогодних праздников. И ко мне пришли два замечательных, но непонятных мне на тот момент молодых человека. Активных, с очень большими амбициями. Это был ты и Леша Мельников. Да, да, да. Вы, значит, после недолгих торгов по цене, аренды, мы договорились об этом. И вы, собственно, стали существовать со мной рука об руку. Периодически пропадая и появляясь, то два человека, то три, потом стали размножаться. Паша стал появляться все чаще, прилетая из Ярославля. Тогда ты еще живешь в Ярославле. И я, собственно говоря, на глазах видел, как растет ваша компания. Да, тогда она называлась «Деньги на банкротстве». Все заходили и спрашивали, Ваня, что у тебя там за люди сидят, какие деньги, на каком банкротстве, что происходит вообще. А если учитывать, что эта база, на которой мы сидели, в это время находилась в процедуре банкротства. Как потом выяснилось, да. Ко мне приходили даже с руководства и говорят, да, это как-то связано там что-то, да, там, это банкротство, чего-то туда. Это управляющая компания, они сейчас рулят банкротством нашим. А я до конца не понимал, чем вы занимаетесь на самом деле, как бы. Ты же мне изначально предлагал, типа, давай к нам присоединяйся. Я думаю, что такое, у меня сижу, нормально работаю. Мне просто нужно было еще два кабинета. У меня классный бизнес, который тянет меня в минус второй год. Зачем я буду идти к ребятам? Вот так сижу. Вот так сижу, да. Пахнет тепло. Все уже стабильно устаканилось, да. Все стабильно, все знаю, да, что все плохо. Тут ребята какие-то, значит, что-то предлагают, банкротство, торги. Ты нам тоже сразу понравился. А как вы уже поняли? Больше всего понравилось твои два кабинета, которые пустовали. Да, да, да. Причем у меня были еще два свободных кабинета, да. Но я не хотел вам их сдавать, потому что, ну, всегда верил, что... Ты недолго, кстати, сопротивлялся, полтора месяца мы туда... А вы слишком быстро росли, потому что вы очень как-то быстро росли, превратились из двух, там, трех человек, которые появлялись в офис уже там в десять, и я вижу, что вы перестаете влезать, а как бы... Места больше не становится. Места больше не становится, да. И в тот же момент мне закралась мысль о том, что не присоединиться ли к ребятам, что-то больно у них как-то все это. Ты задумался в тот момент, когда у тебя уже в кабинете сидело за твоим рабочим местом четыре человека. И ты уже думаешь, ладно, взяла. Я еще приезжал, и знаю, что Ваня занимается абсолютно сторонними проектами, вещами какими-то. Я Давиду говорил, как он держится вообще все это время? Почему он еще не станет? Давид говорит, ну, мы особо не уговариваем, как бы, ну, присоединиться человек. А потом произошел роковой подарок на твой день рождения. Нет, это я понял, я теперь понимаю, это было продуманное стратегическое решение. Кабинет от Давида Викторовича? От Давида Викторовича, да. Троянский конь. Мне поступил персональный подарок обучения, причем по вип-пакету, как бы, а закончить курс ассоциации. Я получил это... Тогда еще и ассоциации не было, по-моему. Нет, это были деньги на банкротстве, и как раз вот переходил... Переходящий период. Просто период между получением подарка в июле и я приступил к обучению в октябре. Да, то есть я еще время как-то, ну, как-то смотрел на это, все, сомневался. Того это, да? А у меня все дела все хуже и хуже становились, и я понял определенный момент, что мне нужно что-то в жизни менять, что-то новое. И ввиду того, что, ну, как бы, вот оно вроде рядом уже все видно и очевидно, тем более сидишь, слышишь, сидишь, видишь, у тебя складывается картинка более понятная. Я приступил к обучению уже в ассоциации. Супер, супер. Я предлагаю на этом пока что остановиться. Да, я могу рассказывать это долго. И я хочу перейти Константину Васильевичу. Да. К нашему самородку. К нашему алмагу. Начну сначала, наверное, да. К нашему аксакалу, хотел сказать. По образованию я инженер-конструктор, но всегда меня тянуло в гуманитарные науки. То есть это в деньги. Экономика, да, экономика, история и другие, да, такие науки ближе к не к техническим. То есть, так как поработал на вертолетном заводе, пособирал вертолеты, понял, что это не мое и ушел немножко в экономику. Ты вертолеты собирал? Да. На Сильщине я не знал. На Ростовский вертолетный завод, да. На вертолетах есть оборудование, которое я проверял, и после меня его устанавливали уже на сам аппарат. И потом его уже запускали, там военные вертолеты, гражданские. Как там летали, нормально, не падали? Да, нормально, нет. Мои не падали. Все было хорошо, да. Это самые надежные в мире вертолеты. Ну, так я понял, что это не мое и захотелось что-то в другом себе попробовать. Ну, в дальнейшем я работал на Таганужском автомобильном заводе в отделе сбыта. То есть, начинали с самого начала организовывать дилеров, ездили по всей стране. И, то есть, с моим участием заключили там 116 договоров. У нас было 116 дилеров по всей стране. То есть, торговали там Deo Espera, Nexia, если кто-то помнит, знает. Потом первые на марте. Я, как выходить из Узбекистана, очень хорошо. С Deo Espera, да. Да, были также в Узбекистане, в Ташкент ездили. С-класс на туре. Да, да, да. Вот, соответственно, вот занимался развитием с нуля. То есть, был и бартер, и не бартер. Были различные. Отправляли морем железная дорога. Понятно, откуда опыт в переговорах, в чуйке по поводу денег и так далее. Да, приходилось, соответственно, общались с разными людьми, с разными тогда начинающими директорами предприятий. Какие-то были обмены на бензин, на какие-то... Ну и, соответственно, параллельно строился сам завод. От отросточной сборки до сварки. Соответственно, все это проходило. То есть, бартерные отделы, транспортные отделы, таможенные. Это все со всеми общались. С юротделами, соответственно, оттуда было много информации. Раньше были прям бартерные отделы? Да, бартерные отделы. То есть, это прям индустрия была. Ну, был отдел, который, ну, например, вот взяли 500 машин, поставили в Мегион нефтегаз, 500 СПР, например. Они дали бензина на эту сумму и, соответственно, их реализовали через бензоколонки там на юге России. То есть, соответственно, получали оттуда деньги. Друзья, а в какое уникальное время мы живем, когда можно товар поменять на деньги? Вопрос, как это сделать, да? Ну, когда в 90-е зарплату выдавали банками там компота. У нас вот один брокер есть, Витя Семибратов из Мурманска. Он до сих пор, он такой постарше нас, но помладше тебя, Кость. Очевидно, у него старшие товарищи были, которые его научили этому. Он до сих пор некоторые свои сделки вытворяет по принципу бартера. Например, выиграл там детский сад какой-нибудь. Подрядная компания отдала этот детский сад, а подрядная организация, его объекты, которые он выиграл, тендеры осуществляет там ремонт и так далее. И вот на разницу он получает очень хорошо деньги. Ну, это, кстати, сейчас тоже такой популярность небольшую набирает, потому что здесь нестабильная экономика, и что-то товар какой-то сложно продать. Соответственно, почему даже банкротство набирает популярность? Потому что просто на обычном, скажем так, глухом рынке что-то продать по стабильной цене уже очень тяжело. И чем сложнее схема, мне кажется, тем она выгоднее. Отлично, мы поняли твою историю, что началось от вертолетов, заканчивая до ОСПРа. Как ты пришел в банкротство, расскажи. Как ты узнал о нас? Так как я начал узнавать о банкротстве до знакомства с вами, у меня был уже какой-то опыт получения ИЦП, самостоятельно была информация из интернета. Начал в торгах участвовать до знакомства с вами. Соответственно, я понимал, что мне нужна обратная связь, нужны какие-то партнеры, коллеги. Профессионалы, давай так будем называть. Профессионалы, да. Сейчас надпись «Скромняга» и «Нимп» такая. Потом в определенных торгах я увидел конкурента, посмотрел «Давид Рязаев». Это если что, я? Да, вначале меня это насторожило, сочетание «Давид Рязаев». Вот еще Викторович. Ну, человек интересной судьбы, наверное, да, интересных мировоззрений. А ты еще и Ванга, походу, да? Да, да. Ну, как бы, ну, вот «Завьялов Ванг» как-то понятно, вот он сидит такой, вот видно, такой вот человек, да, Иван, да. Ну, как бы все из детства, в сказках читаешь про Ивана, и когда Давид в основном попадался в других сказках библейских, вот, и там, они посложнее персонажей, вот, поэтому… Сложные жизненные организации. Да, да, водят, да, по банкротству. Ну, а тут мы сейчас по России всех водим. Соответственно, я ему позвонил первый раз как конкуренту и сказал «Давай договоримся о каких-то действиях за один лоб». Соответственно, на этом началось знакомство. Давид сказал «Подъезжай, поговорим», так как он был в Питере. Я поговорил, мне очень понравился этот обаятельный, целеустремленный молодой человек. Меня это заинтересовало, ему тоже было интересно, что было… Сейчас, как Майти вообще прямо сказал. Ставим лайки, лайки, лайки. Лайк Давиду Викторовичу. И, соответственно, с этого начало наше общение вас. Я часто перебиваю, прошу прощения за вас. На мороз, хорошо, значит, тебе интересно. Просто вспоминаю разные истории, вот пока я их не забыл, надо их сюда вставить. Вы ведь с семьей до вот нашего знакомства, незадолгое время до этого перебрались из Ростова-на-Дону в Питер. Ну, за год, за год. За год, да. И ты искал себя, искал, так скажем, свою нишу, как это сейчас. Я помню, ты меня встретил на вокзале, когда еще учился. Мы едем с тобой по Питеру, и ты говоришь, ну, я вот с этим пытался завязаться, вот с этим, вот с этим. Ну да, да, да. Были какие-то варианты, то есть я пробовал где-то, да, то есть там где-то в автобизнесе, что-то еще. Понятная. Да, да, понятная, да. Ну вот остановился на этом, соответственно, когда встретился с Давидом, услышал его какие-то цели, перспективы, какие-то варианты, информации, то есть мне это очень понравилось. Соответственно, я понял, что это тот человек, с которым можно зарабатывать деньги, общаться и... Надо двигаться, да. В комфортной обстановке, да. Слушай, я на самом деле помню твой первый приход к нам в офис, я помню, мы сидим вот так вот, друг общаемся, договариваемся за то, как будем выигрывать эти экскаваторы, уже почти договорились, а там был, кстати, открытый аукцион, рыночная цена экскаваторов в 5 миллионов рублей, они стартовали с 500 тысяч рублей, то есть там шаг был 5%, если бы мы вдвоем участвовали, то бы мы бы просто взяли два крутых экскаватора, там в 5 раз дешевле рыночной цены, но тут ввязалась какая-то инвестиционная компания, помнишь, и на первый раз зашла, и на второй. Там просто кредиторы сами участвовали, и они давали любую цену, чтобы себе, они эти деньги поступили бы им же. Да, у меня была своя цена отсечения, там в 4 миллиона 300 мы с инвестором договорились. Причем это были залоговые кредиторы. У Константина была еврейская схема, он хотел за 560 забрать, ну вот так вот мы, собственно, и познакомились. Парни, вы уже такие опытные, за вашей спиной не один бизнес. Расскажите, как оно приходить вообще обучаться чему-то новому, постигать вот эти новые азы и так далее. Поделитесь вообще в целом об этом, и в целом о подготовке в ассоциации, которую вы прошли. Это были мои, во-первых, первые курсы в принципе. Супер. Потому что до этого я учился на своих ошибках и сам, и все постигал сам. И, наверное, это была моя ошибка, потому что проще взять накопленный опыт, получить его за месяц, не знаю, за два, схавать все лайфхаки, которые даются, и начинать сразу работать, уже не наступая на какие-то грабли, и плюс имея ресурс за своей спиной. Решение, как бы, приступить к обучению, оно, я уже сказал, было продиктовано тем, что наступил момент в жизни, когда нужно было что-то менять, причем менять, как бы, кардинально, да, потому что дальше двигаться в том ритме, даже не то, что в том направлении, а в том ритме, и вообще так жить, я понимал, как бы, что уже нельзя. Просто я, действительно, я тебе много раз говорил, что я тебе благодарен за то, что ты меня привел, как бы, да, к этому бизнесу. Я увидел, как работают люди, я увидел, как работают новые механизмы в бизнесе, да, как у вас растет отдел продаж, это же все, как бы, расписанные бизнес-системы, и нужно просто правильно их выполнять, ничего не нужно придумывать. И плюс ты видел все на глазах, как это растет. Я видел, как это растет, и я помню вашу эту доску, на которой вы каждый месяц рисовали... Планы. Планы, бюджеты, как бы, да. И перевыполняли. Да, и просто там, ты заходишь, каждый раз уж, да ну, да ладно. Слушай, а чем ты занимался, вот, вперед, когда мы познакомились? Слушай, прям вот, когда мы познакомились, у меня был, как бы, бизнес, связанный с финансами, он рухнул до того, как мы познакомились, и у меня еще оставался туристический бизнес. У меня не прошел крупный проект, не пошел, был связан с фитнес-туризмом, такая, вроде была интересна, перспективная тема, но был такой период застоя в этом бизнесе, как бы, и двинулись те, кто год назад успел вложиться в IT-технологии, кто ушел в онлайн. Я помню, была вот эта вспышка фитнес-туров и так далее, она набирала как раз-таки 16-й год, да, ну, дальше оно уже пошло, как бы, вот. А ввиду того, что я не успел, как бы, в тот поезд запрыгнуть, ну, я и не собирался, потому что я, как бы, старовер, предприниматель, не учел то, что, как бы, рынок уйдет без меня вперед, диджитализируется, да. Не спросив меня, да, об этом, поэтому для меня это были первые курсы. Я сразу понял разницу, даже учитывая тех людей, кто со мной учился, в виде не я того, чем они занимаются, кто относился к этому просто как курсу, к волшебной таблетке, которую ты сейчас вот сделаешь, и все у тебя вот прям будет сказочно. И видел тех, кто предприниматель, кто предприниматель, что это бизнес, это предпринимательство, это здесь недостаточно теоретических знаний, это реально отдельный бизнес, которым нужно серьезно заниматься, который, как бы, принесет свои результаты только после... Вопрос, какие были сомнения? Вот что у тебя внутри? Какие были сомнения? Ну, когда ты начинаешь что-то новое, они, как бы, сомнения есть во всем. Получится ли у меня, да, то есть, хватит ли у меня сил, хватит ли у меня ресурсов, а правильно ли я сделал выбор? Ну, то есть, такие, они, они такие глобальные, но по конкретике не было, да? Конкретики нет. То есть, сомнения были в себе? Обычно человеческие сомнения. Возвращение в себе? Себе, в себе, в себе, конечно. В нас были какие-то сомнения, вот именно как в ассоциации, как в профессионалах, да, вот как Паша и Давид? Нет, никогда, начиная прям с первого вебинара и до конца, и до сегодняшнего дня никогда, там, не в тебе, не в Павле. Ну, он видел, да, все, как это все. Я это видел. Вот, скорее, сложнее было Константину Васильевичу. Да, давай перейдем к Косте. Косте, расскажи вот свое начало обучения, да, как тебе было обучение, какие были сомнения и так далее. Ну, сомнений, как таковых, не было, так как у меня была уже информация, которую я взял из разных источников, из других. Поэтому мне было с чем сравнивать, и я понимал, где что-то правильно, где что-то неправильно, и где что-то, ну, вот, может быть, это лишняя, какая-то информация. То есть, соответственно, у меня там не хватало знаний, может быть, в каких-то компьютерных программах, соответственно, мне пришлось их, как бы, осваивать что-то еще, дополнять, чтобы это, ну, быстрее работать. Ну, соответственно, в наше время есть специалисты, и компьютерщики удаленные, и сейчас все это проще. То есть, сейчас можно, ну, не владеть никакими знаниями, в принципе, обратиться дистанционно к любому, и те поставят и программы, и все остальное научатся. Ну, главное, хотеть этому научиться. То есть, в принципе, любые программы, там были, например, бухгалтерия, там, восьмерки, где, ну, сложные программы, где надо, но, если ты каждый день не участвуешь в этой программе, не пользуешься, ты все равно забываешь, даже если ты ее знал. То есть, ну, не проблема, если ты каждый день что-то одно и то же делаешь. То есть, сомнений особо не было, да? Да, да. Мне больше всего понравилось, что Давид и Павел, у них есть самое главное, что мне в людях, ну, как бы, может, в партнерах всегда, скажем так, может, не хватало. Или не устраивало, то, что у вас есть, у вас есть цели, которые вы не боитесь. То есть, часто люди, ой, у человека там есть 100 миллиардов, как мы к нему поедем, поговорим. То есть, у вас нет этой проблемы, ну, как, ну, надо поехать, там, в Госдуму, мы поехали, надо поехать к губернатору, мы поехали. То есть, я понимал, что, ну, как, есть обычные люди, надо просто ехать и разговаривать, то есть, не бояться. И второе, то, что у вас всегда есть идеи, есть варианты. То есть, вы не стоите на месте, то есть, каждый месяц вы что-то придумываете новое и слушаете мнения других, и вам это важно, и вы, как бы, между собой друг друга двигаете вперед. То есть, это вот, это самое основное. Спасибо вам, приятно. Это самое основное. Я, кстати, про сомнения хочу сказать. Вот, на самом деле, вот, грубо говоря, с конца 17-го года, да, я занимаюсь только торгами, и первый значимый результат мы вместе уже в команде. Уже скользкий хотел задать вопрос про результаты. Передел, да, немножко? Да, можно я этот вопрос задам? Конечно, конечно же, готовился. Да, 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 у меня тут просто подготовленный список вопросов есть. К слову сказать, сейчас будет речь, когда мы заговорим о кейсах, наперед забегающих, Иван Юрьевич Завьялов, команда в компиляции с Константином Васильевичем, у них есть рекорд по, вообще, Питеру. Я знаю, у нас в ассоциации есть ребята, кто подобные проекты реализовывали. Вот один проект не реализован до конца еще, а у ребят уже реализован. Да, мы его пока оставим в секрете, мы к нему сейчас еще придем. Мы сейчас его там озвучим, да. Коллеги, давайте про первые результаты в аукционах по банкротству после обучения. Я точно помню, твой результат самый первый, это был экскаватор. Да, был экскаватор. Расскажи про него. Экскаватор Камацу 220, то есть, 2011 года, рыночная стоимость была 3,5 миллиона, купил я его за 2 миллиона 750 тысяч. Ну, то есть, рыночная даже была где-то 3,900-3,700, продал я его за 3,500. Ты покупал за свои деньги? Да, за свои деньги, его купил и реализовал удачно. То есть, у меня к покупке, когда я купил, уже было 2-3 клиента, которые хотели купить. Ну, один был конкретным из Калининграда, соответственно, из Калининграда он его забрал, он его там покрасил, сделал и там в той же Прибалтике за 5 продал. Я помню этот кейс, да, это в твоем потоке один из самых громких было. Тебе было легче, у тебя был свой бэкграунд, у тебя... А, и бабки были у него тоже. Бабки были, да, деньги были. Ну, был плюс в том, что когда были торги, я проконсультировался о цене с Павлом, сказал, Павел, вот такая-то... С Павлом с каким? Куксетка? Да. Он что, специалист по экскаваторам? Нет, он просто... Ты не с тем консультировал. Вот это твоя ошибка, я бы тебе лучше дал резюмешку. Когда я посовещался с Павлом, принял правильное решение, и мы... Я там выиграл этот экскаватор немного выше, чем человек. Второе место занял человек, у которого уже было 20 выигрышей в экскаватор. То есть человек был профессионалом. То есть ты его обогнал? Да, это был показатель, что правильно... А, я понял. По стратегии победы, Павел, тебе, да? Да, да, да. Мы выиграли не случайно, а у человека, который уже был профессионалом в этом деле, уже до этого год или два, купил уже 20 экскаваторов, соответственно. И тут так раз, а система-то работает. Вот он еще раз подтверждение того, что наша стратегия работает. 8 из 10 выигрываем. Супер! Иван, первый результат твой был какой? Первый результат, это сразу тестовые торги, которые после обучения проходят. Я выиграл Библию. Библию, я помню. Это старинная книга немецкого издательства, Берлин, 1885 год, в редакции Лютера, Мартина Лютера. Я не скажу, что это какой-то суперредкий экземпляр, хотя некоторые эксперты пишут о том, что там есть несколько вариантов дорогостоящих именно этих изданий. То есть они могут варьироваться от 300 рублей, грубо говоря, до 300, не знаю, но я сейчас образом скажу, до 300 миллионов, в зависимости от того, была там опечатка на пятой странице или не было. Там вот такие нюансы, и я пока не нашел эксперта, которому можно было бы доверить и показать. Что знает, такое ценное, немецкая Библия. Но я ее храню на рабочем месте, это у меня талисман. Это мой талисман. Слушай, а я помню, мы же вместе торговались, да? Ты тогда отъехал в магазин, ты говоришь, Давид, поторгуйся. Да. Да-да-да, вот, я там бегал, торговался, потом говорю, не могу. И помнишь, ты через смартфон, через TeamViewer заходил и торговался. Вот вам, кстати, уважаемые подписчики, чит-код. Когда открытый аукцион, загружаете TeamViewer и удаленно просто заходите на рабочий стол. Я с тех пор очень часто так участвую в аукционах, вот, потому что, чтобы не сидеть в офисе, да. Супер. И действительно, как бы первые уже, то есть, первые лоты, которые приносили деньги, они были небольшие. Там я продавал бытовки, которые выиграл. Фодовая тема, кстати. Ходовая тема, ну, их было там немного, и они сами по себе не очень дорогие. То есть, комиссия там составляла, ну, как 5000 рублей, говорю, я с бытовки. Ну, я там полтосечек, там, нет-нет, да и поднял. То есть, на хлеб, да, при учетом того, что у меня не было другого источника доходов уже на тот момент, как бы это были неплохие деньги. В бытовке, кстати, очень классный инвестиционный бизнес, там, купил и сдаешь их в аренду. То есть, очень классно. Многие используют этот вариант. И был у меня на тот момент, что меня, наверное, как-то еще промотивировало и подтолкнуло, что я занимаюсь правильным делом. У меня был кейс, так называемый, не вставая с дивана. Я лежал вечером, листал, ты банкрот, успей купить. И был лот, штукатурная станция. Что-то там, 8000 рублей, последний этап. Думаю, что за штукатурная станция. Зашел, посмотрел, весит, по-моему, 3 тонны или 5, но я сейчас даже не помню, честно говоря. Я помню по деньгам, как это выглядит. И я за что там задаток, что-то, не знаю, 28 копеек, значит, отправил, поучаствовал, дал цену, значит, предыдущего периода плюс. Выиграл за 14,5 тысяч рублей. Она где-то находилась в Томской области. Томской губернии. И я когда выиграл ее, как бы тут же подписал договор купли-продажи, но не проплачивал, а обзвонил всех металлоломщиков, как бы того региона. Ну и там, ну как всех, это, конечно, громко сказано. На третьем попал на нормального пацана, который сказал, да я съезжу, посмотрю. Третьего и последнего. На третьего последнего. Я говорю, съезжу, посмотрю туда-сюда. Он потом, значит, мне перезванивает, говорит, ну вот с вывозом, там с засором я там ее возьму по такой-то цене. Я прикинул, там думаю, плюс-минус хорошо. Два звонка, как бы 5 минут на мониторинг, учитывая нулевые вложения. Да, и, значит, март месяц, конференция на Абу в Москве. Грандиозное событие. Я сижу, значит, на выступлении. Мне приходит Сбербанк онлайн 60 тысяч рублей, да. Супер, вообще класс. То есть я вложил там за 16, наверное, за 16, плюс я ему там оплатил расходы, он ездил. Ну, грубо говоря, там мне в двадцатку вышел. Вот 40 у меня было чистой прибыли. Вообще ничего не делая, не вставая. Вот вам, друзья, рабочая схема заработка. Открываешь ты банкрот, успей купить. Ищешь дешевый лот на металлолом, покупаешь и действуешь по схеме Ивана. Гениально. Это был прям такой стимул и мотивация. Вопрос тому. Сколько таких сделок можно нашлепать за месяц? Каждый день. Каждый день можно шлепать такие сделки. Ну, это, наверное, оно со временем стиль мышления меняется. И хочется, как бы, лоты все маржинальнее и маржинальнее, ты от этого отходишь. А теоретически... Выработать привычку в себя. Если в этой нише оставаться, я думаю, там, ну, до полумиллиона в месяц на мелких лотах можно спокойно зарабатывать. Легко вообще, да. Я просто помню, когда я сам лично, да, переходил из сегмента в сегмент, то есть у меня изначальная цель была это заработать 50 тысяч рублей. Следующая планка 100, потом 300, потом 500, и ты вот так вот уже, и сейчас мы уже дошли до многомиллионных сделок. Вот, собственно, начинайте по такому же принципу и будет вам счастье. Вот и мы и дошли. Супер, отлично. Коллеги, предлагаю вам обсудить неудачи. Какие были неудачи? Да, то это... Все любят... Сейчас этот... Успешный успех, это в интернете просто с ума сойдет. Все любят такие идеальные, не вставая с диван и так далее. Константин, у тебя же было много факапов? Да, были, потому что осмотр дистанционной сделки, пока сам все не посмотришь, не пощупаешь, то есть, соответственно, доверяешь людям, механикам, ну, специалистов и людей качественных, как бы, осталось даже механиков немного. Соответственно, когда делается осмотр, говорится, все хорошо, и потом, когда уже начинается, по факту приезжаешь, оказывается, ну, оценили неверно. Помнишь, на наш экскаватор погрузчик мы с тобой покупали? Сколько механиков к нему приезжало, лазило, не могли завести, помнишь? Ну, потому что мы доверили первому человеку, который это смотрел. Он сказал, он классный, он замечательный, все, и потом, когда берем уже, потом, соответственно, вылезает, что там 33 нюанса, которые там не доработали. Даже если мы взяли в два раза ниже рынка, все равно пришлось в ноль его и продавать, и история была полгода. Это наш совместный опыт с Константином. Давай мы его сейчас, в принципе, и расскажем. Это такой, в принципе, по спецтехнике, такой явно выраженный факап. Нью-Холланд, 2007 года, экскаватор-погрузчик, 110-й Б, да. Рыночная стоимость полтора миллиона, ну, там, миллион триста, миллион пятьсот. Взяли мы его за 730. Да, 700-3, 750. Соответственно, планировали быстро продать миллион сто, миллион двести. Клиентов было много, но просили его завести, чтобы он поработал. Ну, там, поднял ковш, опёрся, вот так и так. Соответственно, его не могли завести и забрать только со стоянки. Один специалист приехал, второй приехал, там, засоры, надо чистить фильтра. Потом приехали одни специалисты, поменяли фильтра, говорят, ой, а дальше мы... Ну, и мы только фильтра умеем менять. Да, мы не можем снять эту запчасть, нужен съёмник специальный. Так они его бросили, повесили, да. Потом просили деньги, но мы же приезжали, хоть и не сделали, но мы же приезжали, надо денег. Мы их послали одних, вторых. Потом давайте привезём к другим, они говорят, ой, а мы тоже это не умеем делать. То есть оказалось, что нет специалистов хороших. К четвёртому зимой подъезда не было. Подъезда, потом всё-таки одни за два-три месяца его завели, сделали. Два-три месяца это просто... Да, взяли там денег, тысяч двести на ремонт. Соответственно, это всё длилось 4-5 месяцев и продали мы его там за миллион сто. То есть где-то в ноль так же мы его... Ну, это временные проблемы, денежные. То есть, соответственно, без качественной диагностики получилась вот такая ситуация. То есть вывод какой у нас? Нужна хорошая диагностика, нужны специалисты. Да, вот это вот одно из самых главных спецтехники. Нужен качественный осмотр, понять состояние техники, это самое сложное в данный момент спецтехники. Но нужно отдать должное, мы тут, в принципе, и в минус-то и не ушли. В торгах по банкротству сложно уйти в минус, когда ты покупаешь объекты там. Ну, закладываешь вот эти вот нюансы. Да, мы как бы на подготовке партнёров обязательно учим закладывать все вот эти нюансы, незапланированные затраты и так далее. Так что в торги по банкротству это один из самых, в принципе, таких безопасных методов инвестирования. Подожди, я вспомнил, я в поезде познакомился с мужиком. Судя по тому, что он описывал, как он работает, с кем работает, с какой техникой, он по японской технике очень мощный диагноз. И он не работает на какую-то компанию, ещё что-то. У него есть куча заказчиков по всей России. Он приезжает, настраивает технику, смотрит. И у него один выезд стоит 40 тысяч рублей. Просто, чтобы он приехал и сказал, где болит. Не говоря уже о других работах. То есть там спец прямо вообще уровня классного. Телефон у меня есть, если что, пишите, поделюсь. Иван, расскажи про твои неудачи. Неудачи? Были ли таковые резонансные громкие процессы, когда к тебе ОМОН приезжала, прокуратура, когда крутили тебя тут? Расскажи. Расскажи, люди ждут. Будь честен с аудиторией. Если я расскажу все факапы, то многие подумают, что пора завязывать с норгами на банкротстве. Нет, то сейчас к нам ворвутся и положат в пол. Конечно же случаются просчеты, случаются неудачи. Я уже в видеороликах рассказывал про то, как мы металл неудачно купили в большом количестве, но как изделие не пошло. А как металл вывозить дорого, потому что закрытая территория, железнодорожные пути, резко вывоз, в общем, там в минусы в дикий. Вы не заходили в эту сделку? Проще забыть. Вы не заходили в эту сделку? Мы зашли в сделку, но... Да, вы с задатком зашли? Нет, нет, там все плохо. Все плохо, да. Ну, это такое... Какой был минус? Оно как бы одно другим. Ну, там небольшой, там в районе 100-200 тысяч минус. Давай точную цифру. 100-200, нормально. За 100 тысяч некоторые люди несколько месяцев работают, а вы так... Ну, наверное, порядка там 100... 160, наверное, где-то. Минус 160. 160, да. Как быстро вы окупили этот минус? Быстро, в течение недели. Ну, там просто была череда сделок, и мы один компенсировали. Работа аукционного брокера подразумевает, если у тебя даже есть какой-то минус, не нужно отчаиваться, ты его там со следующей сделки, со второй... Я тебя сразу поправлю, что я отношусь к этому не как к работе. Это не работа аукционного брокера, это бизнес. Это бизнес, абсолютно верно. Где-то ты просел, где-то ты наверх вырвался, да. Мы работаем, ищем маржинальные сделки, мы можем ввести ее полгода и потом получить вознаграждение за все эти полгода. Либо это какая-то будет быстрая сделка, но с меньшей маржинальностью. Где-то мы просто на комиссии, ну, чтобы было на хлеб, грубо говоря. Сейчас мы по комиссии как раз еще таки поговорим. Сколько у вас ведется сделок одновременно? Я хочу сказать то, что в данный момент Константин и Иван, они являются партнерами НАПСПБ. Они снимают свой офис и вместе работают в аукционах по банкротству. Давайте на эту тему пообщаемся. Расскажите вашу механику работы. Сколько вы ведете лотов, сколько вы примерно закрываете. Какая у вас воронка, да. Ну, вот чтобы было у нашей аудитории понятно. Ну, скажем так, в среднем 50-70 лотов. То есть вы сейчас ведете 50-70 лотов. Где вы их фиксируете? У нас есть агрегатор ТБанкрот. Соответственно, он примерно похож на CRM-система, где мы общаемся. У нас есть общие папки, где мы обмениваемся информацией. Мы объединены в команду. Да. У нас есть там 5-6 постоянных клиентов, инвесторов, которые постоянно рассматривают. Мы им считаем математику, юридическую. Какие инвесторы вы за какой срок работали? 5-6 инвесторов? Ну, за год, наверное. За год. То есть реально за год наработает 5-6 инвесторов, которые стабильно что-то... Ну, это крупных. Это у людей, у которых есть от 20 и до 200 миллионов рублей. Как вы нашли этих инвесторов? Соответственно, мы продавали какие-то... Авито? Нет, были какие-то, да. Какая-то часть-то все равно с Авито прилипали. Какая-то часть была с рекламных объявлений. Они пришли, мы с ними сделали какие-то, может быть, разовые сделки. Соответственно, они заработали денег, им это понравилось. Они пообщались с нами, они поняли, что здесь есть варианты работать, да. Квалифицированные сотрудники, есть у нас идеи, есть та информация, в которой они нигде не могут найти, и никто им этого не даст. То есть ассоциация дает такие рычаги, которые, ну вот я могу честно сказать, наверное, в Российской Федерации такие 1-2 еще человека, которые могут это дать. Но все равно ассоциация имеет преимущество за счет филиалов по всей стране, за счет опыта, за счет регулярной работы, за счет обмена информацией, то есть юридическая поддержка, административные ресурсы. Ну и незаметно на рынке, как бы. Да. Ну да. Даже когда меня кто-то спрашивает, а есть ли у вас какие-то, ну вот, чем вы отличаетесь от других брокеров еще, я говорю, есть аналитика, в которой вы можете войти и увидеть, ввести конкретные фамилии, вот 4 человека, и посмотреть их, дела вот у Паши там в суде, у Давида, у Ивана, у меня, посмотреть какие-то есть результаты, они все в открытом доступе, в открытых отзывах, и все это видно. Можете сравнить, взять другого любого человека, который говорит, у меня еще лучше, и ввести его фамилию, и посмотреть данные, что он делал, или на чем он сейчас работает, и сравнить, и пообщаться. Соответственно, когда человек с тобой зарабатывает раз-два сделки, он уже тебе больше доверяет, и нам удобнее работать, нам не надо ему рассказывать ситуации, и какие есть нюансы в торгах. Соответственно, мы ищем лот, их проверяем, чтобы человек тоже быстро мог продать, и помогаем ему продать, реализовать его имущество. На полный цикл, да. Да, увеличить оборачиваемость. Они все люди, у которых есть определенная сумма денег, они все здравомыслящие. Более чем. И, соответственно, им убедиться в твоей экспертности много времени не нужно. Ну да, да. Раз-встреча, два-встреча, все. Даже статистика не показатель, на самом деле. Ну, не показатель, как бы, да, это лишь, наверное, какое-то преимущество. Ну, многие там, например, у нас есть ряд соратников тоже возраста постарше, нежели 25+, у которых было убеждение такое, они мне его прям активно навязывали. Ну, не буду же я проект за 30 миллионов на Авито рекламировать. Какие-то другие инструменты должны быть. Я говорю, вот за 300, как бы, тоже можешь не стесняться выкладывать, но параллельно искать альтернативные пути. А уже за 30, как бы, это по-любому. И к вопросу о том, что, ну, люди многие, исходя из своей картины мира, пытаются навязывать сами себе, что, там, этот путь работает или этот путь не работает. Хотя, на самом деле, вместо этого просто лучше сделать и уже потом... Паш, это вот золотые слова. Я недавно у себя снял этот барьер. Золотые слова, а, да? Это называется, не нужно принимать решения за других людей. Ты просто делаешь то, что делаешь. Они сами решат, надо им это, не надо им это. И стало проще работать. И жить. Но мы много, да. Мы набрались очень большого опыта за последний год. Это правильное убеждение. Давай поговорим о вашем крупном лоте, который был недавно. Это, на самом деле, такой новый виток в кейсах, в лотах ассоциации. Вы заявлялись, насколько я помню, на 100 квартир. Нет, пусть он сам расскажет. Мы заявлялись на 101 квартиру. 101 квартиру. Да, причем это был чисто финансовый расчет. То есть, ну, была энная сумма денег, которую можно было использовать. Это была 101 квартира. Давай поподробнее. Что за торги, что за квартиры, локация, инвестор. Как 101 заявка готовил. Это очень... Я готовил в своей жизни одновременно 20 заявок. Но 101 заявку, это... Это кем нужно быть, Иван? Причем Иван делал это в одного. В одного. То есть, ладно, поделись опытом. Все заявки сам. Нет, мне, конечно, помогали. Мне помогали все, кто мог. Ну, львиную часть работы я сам делал, вплоть до подачи. Подать 100 заявок. Я посчитал, что чистой подачи заявок, если учитывать, что нужно подгрузить комплект документов, он там хоть и архивом, это CDT было, хоть и архивом подгружается, но там пока он загрузится медленно, пока он подпишет ее там. Наша любимая татарская ЭТП-шка. Три минуты, грубо говоря, на заявку. В среднем, минимум. Чтобы было понятно, расскажи, что это был за тип торгов. Это был аукцион. Открытый. Это был открытый аукцион. И это был лот пул квартир, обанкротившийся застройщиком. Точнее сказать, у вас у подрядчиков. В общей сложности их было 150 с копейками. Я вспомнил хейтерский коммент один был где-то у нас. на канале. Что-то там, это все для детей, лирика, тролли-валя. Лучше расскажите, как будете снимать аресты с ЖК Ленинский парк. Вот прям точно коммент. И сейчас ты своим ответом прольешь свет на эту историю. Как вообще все это там в итоге закончилось? Сколько выиграны квартиру? Значит, из 101 мы забрали 57 квартир. Потому что у нас поумерилась жадность. Это было и решение инвесторов, в том числе в связи с тем, что это по себестоимости, грубо говоря, по аукциону. То есть там мы хотели участвовать еще в остальных интересных квартирах, но как бы не стали этого делать ввиду того, что как бы пусть и другие тоже, собственно говоря, что-то повыигрывают. Нам было достаточно. Мы готовы были еще и участвовать, но вот мы познакомились с многими как бы нашими, ну я даже не назову их конкурентами, это коллеги, которые занимаются выкупом имущества, целенаправленной недвижкой. Успешно, давно мы не знали об их существовании, хотя их фамилии периодически мелькают в протоколах. А здесь мы перед этими торгами со всеми лично познакомились, поговорили, договорились как бы на взаимовыгодных условиях. Разделили квартиры, да? Ну, грубо говоря, в связи с тем, что да, это непростой лот, это, во-первых, большой объем, это большой объем для всех, это хороший объем для инвестора, это хорошие деньги для должника, ну в смысле для кредитора, до коим является банк, который тоже находится в банкротстве и управляется агентством по стрелькованию вкладов. Вань, скажи, из этих 57 квартир, сколько там трешек, двушек, однушек, как там вообще все это устроено? Я сейчас точно не скажу, но по максимуму однушки, по максимуму однушки, да, меньше двушек и совсем там немного трешек. Расскажи, как вы снимали обременение? Ввиду того, что здесь круг лиц заинтересованных в его снятии, в том числе кредитор, потому что здесь арбитражный управляющий, здравомыслящий, сумма большая, сумма от реализации этих лотов составляет около лярда рублей. Миллиард. Да. И соответственно, это деньги банка, которая АСВ очень сильно ждет. А так как и в том числе инициатором этих арестов был банк, потому что... А банк уже банкрот этот? Сейчас этот банк банкрот, да. Это банк советский. Он является банкротом, и делами этого банка управляет Агентство по страхованию вкладов. Здесь много заинтересованных лиц, в том числе покупатели, новые покупатели, потому что банк не получит деньги, пока не зарегистрируется переход права. А здесь по договору сессии все происходило. То есть это не собственность, это долевка. Пока не будет регистрации, конкурсный не будет распределять деньги, потому что он понимает, что он потом лярд нигде не найдет. И соответственно, банк тоже очень хотел снять. Конкурсный предпринимал меры, он подавал в арбитражный суд на снятие этих обременений, ему отказали. То есть действия Росрееста признали правомерными, в связи с тем, что обременение проходит по уголовному делу. Иван, и в итоге, как были сняты обремени? Я знаю, что они были сняты быстро. И расскажи капитализацию вот этих 57 квартир. Какие вопросы ты задаешь? Это, знаешь, это рубрика «Ув Дудя». Ув Дудя. Слушай, я скажу так, мы пошли правильным путем, мы, собственно говоря, обратились в компетентные органы, которые решают вопрос о снятии этих обременений. Да, нам сказали, куда нужно обратиться, какие нужно принести документы. Мы все это сделали. Вот результатом чего, собственно говоря, служит снятие обременения. На самом деле, в Росреестре еще не произошла эта процедура. То есть она только технически выполнена. Но мы ждем с дня на день. Реализация. Ну, ввиду того, что это как бы большой инвесторский проект, то ожидаемое, ну, я даже не знаю, там если в цифрах это выражает, лучше в процентах, наверное. Давай в цифрах, все любят в цифрах. Все любят в цифрах. Ну, скажем так, это было приобретено за 200 миллионов рублей, да, и будет продано за 300. Вот здесь вот этот зазор, как вы не любите, 300-350. В зависимости от того, насколько быстро нужно будет вернуть деньги. Инвестор, квартира, это квартира, живой товар, определенный спрос. Здесь спрос большой. В общем, это классный инвестиционный проект, долго играющий, из которого вы постоянно будете получать рашлы и дивиденды. Да, мы, ну, плюс, мы хотим завернуть на себя реализацию этих квартир, поэтому я думаю, что как бы, да, мы будем заинтересованы тут напрямую. Там по-братски нет хаты одной мне. Так, чуть-чуть это. Согласись, деятельность брокера, она просто кайфовая. То есть ты постоянно чему-то обучаешься. Реализация квартир, реализация техники. Знаешь, что-то новое. Я недавно говорил Константину, говорю, почему вот у тебя такой богатый жизненный опыт, да, и мы черпаем твой этот опыт и используем его в работе сильно. И у меня такой пробел в этом, потому что свой бизнес мне, вообще я любому человеку рекомендую первый бизнес иметь, это купля-продажа. Надо научиться продавать, неважно что. А потом уже ты... Чуйка появляется. Появляется чуйка, появляются какие-то вещи, вырисовывание стратегий, механизмов, которые нормальному, здравому человеку просто не придут на ум. Да, да. Вот. А прямые-прямые продажи, причем. Очень прямые, прям вот самые прямые, а как бы обычному человеку это, ну, будет недоступно. И мы к этому шли, на самом деле, вот я начал говорить, но не закончил, что с конца, там, 17-го года я начал заниматься, да, у нас весь 18-й год мы чего-то набирали, мы чего-то, появлялись сомнения, тем ли я вот занялся, на самом деле. Мы тестировали направление. Мы тестируем, мы искали себя, мы искали себя. У нас первые результаты значимые были только в ноябре 18-го года. И оттуда пошло и знакомство с инвесторами, и стали к нам уже подходить. Ты до этого говорил, то что у тебя простреливало 50-60, 50-60-100, то есть для тебя это было не деньги. То есть, первые значимые результаты это ноябрь 18-го года, где пошли уже сотни тысяч рублей, правильно понимаешь? Миллионы. Миллионы, супер. У меня вопрос. Какая ваша сейчас основная специализация вот как партнеров? Чем вы занимаетесь? Чем бы вы порекомендовали заниматься? Я отвечу, а Костя сейчас дополнит и поправит мою шутку. Мы занимаемся продажами. Продажами, супер. Наш бизнес продажи себя как специалистов и того имущества, которое мы приобретаем. Как аукционного брокера. Ну, конечно. Если человек начинает с чего-то, то лучше то, чем он раньше занимался или в чем он разбирается хорошо, а потом уже добирать где-то уже выгодно не будет. Новые навыки. Да, да, да. То есть, если он был риэлтором, то лучше там с недвижимостью. Если он был там механиком, продавал автомобиль, что-то, может там спецтехни. А если он следаком в Следственном комитете работал? Дебиторкой. Дебиторкой. Классный вариант. Хорошо. Друзья, давайте мы обсудим перспективы нашей отрасли аукционов по банкротству. Как вы видите вообще на 19-й и 20-й год? Как вы думаете, какие будут тренды в данном бизнесе? Ну, в связи с законодательством мы всем идут на строительные организации, сейчас выйдут много на банкротство. То есть, соответственно, все, что сопутствует, это... 200 девелоперов в этом году ожидается. Первый тренд это банкротство всех девелоперов, это появление... Это недвижка неовремененная, то есть, в новостройках. Правительство, в любом случае, достроит все дома, которые начаты, и они будут реализовываться с торговой. Первый тренд это жилая недвижимость. Потом новая волна банков, я думаю, будет сейчас. Сейчас была полна банков. Пауза была в полгода, где-то вот, видно, никогда было ЦБ заниматься, может сейчас вторая волна. До конца года обанкротится порядка сотни банков. Есть такая информация. Даже про 150 поговорю. Ну, давай начнем с соточки. Банкротство банков. У каждого банка в среднем по 10 тысяч лотов. То есть, сфера развивается, развивается. Окей. Спецтехника от девелоперов в том числе. Да, да. Ну, и, наверное, через полгода-год такая хорошая стабильная волна ипотечников. Да, ипотечные квартиры, то есть, все вот это планы. Ну, и спецтехника. Хорошее оборудование. Хорошее оборудование, дорогое хорошее оборудование будет тоже, наверное, появляться, потому что предприятия, которые в свое время в лизинг, да, взяли какое-то дорогостоящее оборудование, зачастую сейчас уже не может справляться с оборудкой, и оно тоже появляется сейчас. Все больше и больше. Хорошие оборудования, хорошие базы, то есть, хорошие производственные помещения складские различные, хорошее оборудование. Для нас, как для брокеров, это плюс. Также хочу пояснить для тех, кто думает о том, что мы наживаемся на горе других компаний, абсолютно это не так. Есть компании, которым выгодно обанкротиться, с них списывают многомиллионные долги за копейки, кредиторы получают свое тело кредита, цель банкротства не заработать, цель погасить долги. И мы, как участники торгов, как аукционные брокеры, мы снижаем эту долговую нагрузку, возвращаем к кредиторам и по причинно-следственной связи мы на этом зарабатываем. Вот такой вот у нас бизнес. Кто молодец? Я молодец. Да, да, мы молодцы. Ну, ближайшие тенды мы определили, друзья. Давайте заключительный вопрос сначала к тебе, потом к тебе. Что для тебя на АП? Ну, любая организация это для меня люди. То есть, соответственно, коллектив и руководители. То есть, на АП, это прежде всего, это конкретные люди. Давид Рязаев и Павел Куксенко. Еще мельников есть. Соответственно, да, и коллектив, который они подтянули, набрали, воспитали, или, соответственно, коллектив их чуть-чуть воспитывает. Соответственно, это люди, атмосфера в коллективе и цели, и возможности. То есть, вот это на АП для меня. Иван, мы услышали Константина, твоего партнера. Ответь, пожалуйста, что для тебя на АП? Костя правильно сказал. Сам по себе на АП, национальная ассоциация, это, конечно, большой живой организм со своей структурой, со своим характером, да, со своими возможностями, но за ним стоят живые люди. Я безумно счастлив, что я, во-первых, попал сюда. Сдал он тогда офис? Сдал тогда офис, да. Ну, я вот сейчас, на данный момент, себе не представляю другого бизнеса, более, как бы, комфортного для меня, более, что ли, лучшего, да, потому что я еще на этапе обучения понял, что, о, это вот тот бизнес, где мне пригодятся все мои навыки. Документы оборот, делать документы, разговаривать с людьми, вести переговоры, не знаю, какие-то юридические знания, применение каких-то логических и, там, математических вещей, то есть, вот, все, что я накопил за всю свою сознательную жизнь, мне сейчас очень как пригождается. Супер. Поэтому, я благодарен НААБу за то, что он есть, что для меня НААБ. НААБ, это консолидированная такая структура, где каждый, здесь нет случайных людей, они не остаются, они уходят, поэтому, все, кто в НААБе, это люди правильные, это люди, которые на своем месте, вот, и, конечно, ну, рыба всегда, как бы, по голове, да, судят об ее свежести, скажем так, поэтому я жму руку, Давид, тебе, спасибо тебе за все, за то, что ты, как бы, меня сюда пригласил, и по нынешний день, да, мы продолжаем партнерство, я очень этому рад. спасибо Паше, я всегда неоценим, твоя поддержка, и твои профессиональные, все навыки, причем, мне тоже нравится, что ты очень всесторонне развит, не только в юриспруденции, и в остальных вопросах, и просто приятные, и замечательные люди, парни, мы можем вот так вот посидеть, спокойно пообщаться, я думаю, на новый год нам нужно обязательно заснять подкаст в бане, да. Так и будет. Окей, финальное слово. Дайте напутствие для действующих брокеров ассоциации и для будущих брокеров ассоциации. Когда меня спрашивают, как я, как бы, пришел, да, к этому, я всегда говорю, что как колобок, лицом по земле, чтобы достигнуть каких-то целей поставленных, ну, ясных и здравых, конечно, нужно очень много пахать. И результата не нужно ждать завтра. Ребята, если вы решили связать свою жизнь с брокериджем, именно с торгами и аукционами по банкротству, не останавливайтесь. Ищите свою нишу, ищите своих инвесторов. Это будет, 200% даю. Главное, не остановиться, не сложить руки, а работать, работать, еще раз работать. И всегда обращайтесь за помощью. Мы никогда никому не отказываем. Мы и советом, и действием помогаем всем нашим партнерам. Мне пишут очень много ребят из ассоциации. Я их не знаю, или мы виделись на конференции один раз. Или они тебя видели на ютубе. Или они меня видели на ютубе. И я всегда, чем могу, или советом, или действием помогаю. Потому что, ну, по-другому мир не строится. Ты даешь что-то в мир, и тебе, собственно говоря, мир возвращает это положительные энергии и монетизации твоих дел. Да. Поэтому... Супер, спасибо, Константин Васильевич. С высоты опыта своего. Для начинающих, кто хочет заниматься этой деятельностью, я советую, может быть, не бросать свою деятельность, но вникать и присматриваться к этому. Потому что здесь информации много. надо что-то, ну, как понимать в юриспруденции, в бухгалтерии, в какой-то технике, в продажах. То есть, из разных сфер иметь знания. Соответственно, здесь, в ассоциации, ребята могут поделиться. Есть и в бухгалтерии специалисты, и в недвижимости. И можно сделать совместные сделки. То есть, обмениваться опытом и в вашем регионе встречаться с ребятами, не обязательно там в Санкт-Петербург, Москва. Удаленно делать. Даже те, кто привязаны к дому, к квартире, не знаю, к детям, они могут дистанционно, вот как пример был Ивана, чтобы дистанционно купить и дистанционно продать, что позволяет сейчас технологии, интернет и другие средства. Для постоянных, кто уже давно занимается торгами, это увеличивать чеки, увеличивать сделки, также обмениваться информацией, не закрываться и говорить, что вот этот лот только мой и только я. То есть, всегда в партнерстве заработаешь больше, чем сам. Так как ассоциация придумывает всегда новые шаги, новые рычаги заработка, новые административные ресурсы, новые какие-то идеи, соответственно, с ассоциацией у вас будет больше шансов и больше возможностей. Супер. Спасибо, парни. Парни, жмем руку. Друзья, мы взяли слишком высокую планку на сегодняшний день для того, чтобы держать лидерские позиции на этом огромном и крайне интересном рынке. Приходится действительно искать новые решения, внедрять новые решения, идти туда, куда не идут остальные, чтобы оказаться там, где остальных тоже нет. Поэтому, уважаемые соратники, все набовцы, все те, кто следят за нами, ребята, нас в ближайшее время ждут очень интересные как коллаборации, так и изменения, друзья. Готовьтесь к тому, что мы будем переезжать полностью в IT-платформы, где будем работать консолидированно, обобщать наш опыт, пользоваться нововведениями IT-индустрии, рынка, который сегодня говорит, что если тебя нет в IT, тебя нет в бизнесе. Мы это правило принимаем, поэтому очень скоро ждите от нас новых потрясений, новых интересных инструментов и много полезностей, которые мы для вас сейчас готовим, а команда сейчас движнячит просто 24 на 7. Все те, кто с нами, на Абовце, вам огромный привет и спасибо за поддержку. Ставь лайк, бей в колокол, подписывайся на наш канал, будет много полезного и интересного. Гоу! Также, будущий коллега, если ты еще не в ассоциации, если ты еще не являешься аукционным брокером, я тебя приглашаю на наш живой бесплатный онлайн мастер-класс, который проходит в среду в 20.00 и в воскресенье в 18.00. Все подробности по ссылке в описании. Спасибо и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok